Около 50 фотографий на каждой частичке Бреста, который порой совершенно невозможно узнать. Город серьезно изменился. Посетители выставки признавали найти знакомые дома, улицы или хотя бы общие черты с сегодняшним Брестом непросто. Однако увидеть, как это было тогда, в начале прошлого века, очень познавательно. По словам архитектора Андрея Долговского, который является владельцем коллекции фотографий, представленных на экспозиции, выставка будет интересна людям, стремящимся к расширению границ своих знаний. Проект стартовал еще в 2014 году, но на первой выставке была в основном представлена архитектура и военно-инженерное сооружение. Сегодня больше внимания уделено людям. Люди делают любую эпоху, это касается любого периода. Соответственно, здесь представлены портреты этих людей, известны их фамилии, частично по некоторым известны воинские звания, известны, допустим, места службы и так далее. То есть, скажем, есть акцент именно на тех людях, которые в этот период являлись жителями Бреста, служили здесь и так далее. Мирный город середины 30-х годов. Межвоенный период, начало Второй мировой. Кадры фотопленки запечатлели большой период истории. В тот момент вряд ли кто-то задумывался о том, какую ценность будут иметь фотокарточки спустя почти век. Сегодня люди, совершившие такое путешествие во времени, утверждают, это стоит увидеть хотя бы раз, чтобы лучше понимать и чувствовать город над Богом. Здесь, скажем так, каждый человек найдет для себя что-то свое. То есть, кому-то интересны виды, где это все снято, какие-то городские перекрестки, улицы и так далее. Кому-то интересны детали, кому-то интересна мода, как люди одеты, кому-то интересен сам сюжет. То есть, допустим, очень интересно, как вот работали уличные фотографы в студиях на центральных улицах Бреста. И даже сами они на некоторых кадрах своих коллег или там конкурентов, они попали на снимок. То есть, они видны, их там можно посмотреть. Интересный сюжет, на самом деле. После торжественного открытия экспозиция сменит место своего расположения, переедет в визовый отдел генерального консульства. Такое решение было принято организаторами для того, чтобы ознакомиться с экспонатами, имели возможность как можно больше жителей и гостей современного города над Богом. Субтитры создавал DimaTorzok